А утром опять пришел в храм Иисус, да, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Вот представьте себе картину. Раннее утро. Солнце сияет, это же Израиль. Еще не жарко. И ветерок обдувает их, и они сидят в тени колонн храма и слушают Иисуса. Вот если представить себе, что может для человека быть лучше, правда, как не слушать самого Господа. Само воплощенное Слово Божье обращалось к людям, и в сердце слушателей вливались вот эти потоки божественной благодати. Его присутствие было вот прямо здесь рядом ощутимо. Мне кажется, это было ни с чем не сравнимое счастье. И вот все должны были просто внимать вот этому, просто должны были каждое ловить мгновение. Представьте, да, если бы вы там оказались, как бы вы слушали. Но нет, уже с третьего стиха все поменялось. С третьего стиха его прервали. Это вот представьте, как собрались вот мы в церковь. И вот началась воскресная проповедь. Все настроились. Ну, это что такое, а? Ну, вот, пожалуйста. Вот вместо указателей даже уже повскакивали. Они еще сюда идут, а? Вот примерно так прервали Иисуса Христа. Давайте почитаем вот это местописание. Я не знаю, чему вы хлопаете. Это вообще-то как бы некрасиво так врываться на сцену и кричать. И даже не знаю, кто это такие. Давайте почитаем. Тут книжники и фарисеи, это Иоанна 8 глава, 3 стих, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Итак, это были не какие-то хулиганы или шпана. Это были уважаемые люди. Они были законники. Они были законники. Они были ревнители закона. Были люди, которые имели в обществе очень большой вес, высокий социальный статус. И они привели женщину, которая была уличена в прелюбодеянии. И вообще-то там был еще мужчина, правда? Потому что нельзя такие вещи делать в одиночку. Но мужчина как-то остался за кадром. А вот она оказалась вот в такой вот неприятной ситуации. И они ее обвиняли. Они обвиняли ее, ссылаясь на закон. Знаете, закон – это то, на чем стояли такие люди. Поэтому они были такие смелые, такие рьяные, такие разгневанные. И, вы знаете, они обвиняли ее, но на нее как раз они не сильно обращали внимание. Вот то, что они говорили, обсуждали, они между собой обсуждали. Или они хотели что-то спросить у Иисуса, да? Вот смотрите, дальше написано. Говорили же это, искушая Его, то бишь Иисуса, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Вот эта женщина, она вообще для них была не человек. Она была для них такой аргумент, повод, чтобы обвинить Иисуса. И вообще никого не интересовали ее чувства. А ей было страшно. Вы знаете, здесь в круге, здесь страшно. Вот в этом круге. Я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни побывал в таком кольце враждебно настроенных людей. Может быть, это было в детстве, может, уже во взрослом возрасте. У меня был один такой случай, когда еще наши дети учились в школе. Школа была английская, и там все время собирали какие-то деньги с родителей. И вот когда я один раз пришла за Кристиной в школу, то во дворе школы меня вдруг окружили такие разгневанные женщины из родительского комитета. Вот в ее классе там совсем что-то невероятное было с этими деньгами. У нас училось сразу два человека в школе, две дочки. И трудно было все это сдавать без конца. Я что-то не успела. Вот они меня окружили и стали кричать на меня. Почему вы не сдаете деньги? Почему вы так себя ведете? Нам еще 11 лет с вами учиться вместе. Слушайте, я сказала, стоп, друзья, со мной не надо так разговаривать. Я с собой так не буду, не позволю просто обращаться. И мы не стали 11 лет терпеть это отношение, мы просто перевелись в другой класс в конце этого же года. Вы понимаете? Но это ощущение я запомнила на всю жизнь. Когда ты стоишь вот в таком вот круге, и цель этих людей, которые тебя окружают, да, во-первых, тебя обвиняют, во-вторых, запугивают, то есть тебе просто страшно. И ты такой деморализованный из-за этого. И когда, может быть, ты сейчас попал в такое кольцо, кольцо каких-то обстоятельств, может, или обвинений, или еще что-то, вот не поддавайся страху. Выйди из этого кольца. В конце восьмой главы мы видим, что Иисус сам попал в такое кольцо. Если вы прочитаете внимательно эту главу, в конце фарисеи взяли камни, чтобы его самого побить. Но он не испугался, потому что он знал, что время его еще не пришло. Он просто ушел из этого кольца. А женщина, она была слабая, она была запуганная, она никуда не могла уйти. И у ее преследователей, у них были очень серьезные намерения, вы понимаете? А еще у них в руках были настоящие камни. Субтитры создавал DimaTorzok